Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновск области 13 марта, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Взрывают лед, откачивают воду. В регионе проходят масштабные противопаводковые работы. Яйца, тыквы, перепечи. Что фермеры привезли на ярмарку в Ульяновск. Волга сыграла в Казани с двукратным чемпионом страны. В Ульяновске открылся первый в мире музей симберцита. В Ульяновск области активно разливаются реки. Половодье приносит жителям региона много проблем. В Радищевском, Николаевском, Новоспасском, Сингелеевском, Ульяновском районах наблюдаются затопления. Где-то небольшие, а где-то затопило дома и пришлось эвакуировать жителей. На точках сейчас работают спасатели и руководители профильных отраслей. Жителей разместили в пунктах временного размещения. Их обеспечили горячим питанием. Какие работы предпринимаются в нашем репортаже? Весна в этом году принесла ульяновцам много проблем. Несмотря на то, что зима была не такой снежной, как предыдущие, поводок застег жителей нескольких районов области врасплох. Больше всего досталось Радищевскому и Николаевскому району. К примеру, в селе Канадей подтопило 10 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 12 человек. Из-за промерзания грунта и резкого потепления пошло обильное таяние снега. Уровень воды в реке Созранка повысился. Ситуацию усугубил ледяной затор со стороны Новоспасского района, из-за которого затопила часть дороги между Малой Андреевкой и Новым Тамышево. В настоящее время на реке работают специалисты службы гражданской защиты. Сегодня там начнутся взрывные работы. Вышла из берегов и река Березовка в Радищевском районе. В результате подтопило 118 придомовых территорий. 236 человек сейчас находятся в пунктах временного размещения, а спасатели и профильные службы откачивают воду. А вот жители Больших Ключищ знают спасателей в лицо. Каждый год весной мост в селе затапливает. На месте постоянно дежурят специалисты, которые переправляют людей с одного берега на другой. В сутки переправляем порядка 15-17 человек с одного берега. Это детишки, кто в школу, также люди на работу. Все средства спасения у нас готовы. Спасательный жилет, лодка с мотором. Все в готовности. Губернатор поручил Министерству транспорта проработать возможность реконструкции мостового перехода и представить варианты по организации альтернативного проезда в зоне подтопления. В областном центре внимания коммунальных служб приковано к мостовой, пригородному, Боротаевке, Вырыпаевке, селу Луговому. Ведется круглосуточный мониторинг зон подтоплений на территории города. Активные зоны подтопления – это у нас Ленинский район, микрорайон Мостовая-Сельдь, Засвияшевский район, Железнодорожный район. С 1 марта ведутся работы по очистке водопропускных труб. На мостовую заезжал губернатор. Там планируют укрепить дренажные канавы. Многие годы часть домов в микрорайоне подтапливала, но благодаря своевременной прочистке канав и труб серьезных проблем удалось избежать. В апреле подрядчик будет переделывать дорогу по улице Звездные, где не предусмотрены уклоны для воды. Дорога сделана по БКД, находится на гарантии. Здесь часы, да? Да. И с тем, что принято решение, что мы установили бордюры. Раньше это никогда не было. И вода не получала, да? Да, наблюдаем сейчас несколько скоплений. Так, какие выходы с трубом делать? Принято техническое решение сделать несколько гирлянд, переходящих, чтобы было здорово. При проектировании микрорайона Репина Искра в свое время не предусмотрели нормального водоотведения. Поэтому все талые воды по традиции стекают в мостовую. Чтобы в будущем избежать подтоплений, дренажные канавы укрепят специальными бетонными лотками, которые изготовят для поселка. Анна Тищенко, Управда ТВ. В понедельник к талым водам добавился и дождь. На дорогу города образовались огромные лужи. По информации городской администрации, все силы городских служб брошены на ликвидацию подтоплений. Откачивали воду и очищали ливнеприемники на улицах Ростовской, Красноярской, Рябикова, Прокофьева. В третьем самарском переулке поселок Вырыпаевка, Оренбургской, Можайского, Верхнеполевой. К полудню стабилизировала ситуацию с талыми водами в Луговом. Уровень воды упал на 30-40 сантиметров ниже верхнего края водопропускных труб. В Боротаевке, в районе улицы Гагарина, для дополнительного водосброса уже третий сутки работает мобильная насосная станция. На территории Ульяновска работает 12 лососов, 4 из которых арендованы у бизнеса. Расширенное заседание коллегии Министерства транспорта Ульяновской области прошло в Педагогическом университете. Одни из главных тем – итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и развития пассажирского транспорта общего пользования. Подвели итоги 2022-го и утвердили планы на 2023-й. Репортаж Мадиной Смаиловой. В 2022 году Министерство транспорта Ульяновской области сделало акцент на повышении качества услуг и обеспечении бесперебойной работы транспортной системы. Регион принял участие в таких госпрограммах, как комплексное развитие сельских территорий и развитие транспортной системы. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» каждый субъект Федерации получил толчок в развитии дорожной инфраструктуры, что помогло достичь все намеченные на 2022 год планы. По 2023 году у нас в планах отремонтировать 31 участок дорожной сети региональной, это более 106 километров. Еще более 13 километров автомобильных дорог мы отремонтируем в городе Ульяновске. Продолжим заниматься мероприятиями по обеспечению безопасности дорожного движения. А это установка барьерного ограждения, нанесение горизонтальной дорожной разметки. Это мероприятие по приведению нормативного состояния пешеходных переходов к надстандартам. Помимо прочего, большое внимание в ушедшем году уделили развитию интеллектуальных транспортных систем на дорогах и региональному проекту «Безопасность дорожного движения», главная цель которого – формирование закона послушного поведения на дороге. За прошедший 2022 год дирекция БДД проведена организована как совместно с лабораторией безопасности и госавтоинспекцией, так и самостоятельно более 350 профилактических мероприятий со всеми категориями участников дорожного движения. Это и водители, и пешеходы. Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выявила болевые точки региональной дорожной инфраструктуры. Значительная часть аварий с летальным исходом происходит на участках федеральных трасс. В частности, трасса М-5 является высокоаварийной автодорогой. Мы должны инициировать МОТСИ при конструкции федеральных дорог. Нужно совместно с федералами принимать решение сходов при конструкции аварийных участков, установки отбойников, камеры видеофиксации. Подусматривают для таких участков весь комплекс необходимых мероприятий достижения дорожного движения. По всем субъектам Российской Федерации в ненормативном состоянии находится 150 тысяч километров дорог, ремонт которых требует около 600 миллиардов рублей из федерального бюджета. В связи с этим стоит отметить еще одно новшество, которое коснулось 257-го федерального закона. Касается изменения контроля использования средств дорожных фондов. Сегодня вся информация о дорожной деятельности должна быть в этой государственной информационной системе. Причем вводится административная ответственность за непредоставление информации. Это очень большой объем работы, особенно на муниципальный уровень. В этом году Министерство транспорта продолжит работы по улучшению дорожно-транспортной сети. Регионом закуплено 50 низкопольных автобусов, часть из них уже вышла на городские маршруты. В планах также отремонтировать 10 мостовых сооружений, работу над которыми закончат в октябре этого года. УАЗы непростые, но усовершенствованные доехали до мест сражений. Машины, трансформированные в боевые, уже служат на благо Родины. Ульяновские мастера, гоночные механики заменили ходовую бензобак и вынули стекла. Все это для того, чтобы автомобили работали качественно и безопасно. Маленькая, кременная сватва, попасные лошадки доскакали до мест сражений. Бойцам такая поддержка оказалась кстати. Разведчики 136-й мотоскорковой бригады, выражаю слова благодарности за предоставленные автомобили УАЗ Касимова-Искандера. Огромное человеческое спасибо. Победа будет за нами, враг будет разбит. Напомним, организатор миссии ульяновский ученый, владелец клиники реабилитации Искандер Касимов. Два бобика и одна буханка, так в народе называют этих представителей ульяновского автопрома. Их нашли по объявлениям. У всех автомобилей снимаются стекла, для чего ставятся противоосколочные пластиковые стекла, для того, чтобы при взрыве не посекло бойцов стеклом. Это раз. Второй момент. Ставятся багажники наверх. Почему? Потому что, чтобы увеличить полезную нагрузку автомобиля. Когда они перевозят легкие вещи, они накидывают их сверху. И, соответственно, у них салон свободен для того, чтобы его заполнить или людьми, или снарядами, или снаряжением. Следующий момент. Покрышки. Покрышки на всех машинах новые, плюс везде мы кладем запасные комплекты. На каждый из них заложен бюджет примерно в 350 тысяч рублей. В сумму вошли автомобиль и расходники. Эти автомобили благословили священнослужители перед отправкой. И мы желаем победы нашим защитникам. Ярмарочный сезон в Ульяновской области начался. Первая торговля прошла в железнодорожном районе. На нее съехались сотни товаропроизводителей. Но прежде чем попасть на прилавок, вся продукция проходит ветеринарный и эпидемиологический контроль. Наша съемочная группа пообщалась с продавцами. Все, что душе угодно. Ульяновск вновь встретил большую ярмарку. На проспекте Гаевых. Одной день сотни желающих приобрести натуральную продукцию от местных фермеров. Привезли картошку на ярмарку с Цельнинского района, села Старел, Гаши. Выращиваем сами, трудимся. У многих уже появились постоянные покупатели. За ароматными перепечами национальной уральской выпечкой выстраиваются очереди. С грибами, индейкой, сыром, картошкой. Пекут изделия, не отходя от прилавка в передвижной печке. Открытый пирожочек, корзиночка такая, вылепливается из теста. Без дрожжей, без всяких добавок. И туда наливаются разные начинки абсолютно. Все на месте в печке выпекаем. Ну и местные, железнодорожного района. Фермер из Цельнинского района «Надежда» привезла на ярмарку лук-севок, морковь и картофель. Но главная ее гордость – огромные вкусные тыквы. Секрета выращивания таких гигантов нет. Главное – любить землю и свое дело. Все зависит от земли, от качества земли. Если удобрения есть, то как бы навоз. Больше других удобрений мы не пользуемся, только навозом. Самое лучшее, мне кажется, это органическое удобрение. Поэтому тыквы бывают разные. Все зависит также, когда сажают, от сроков посева. Мясо и рыба, овощи и фрукты, молочная продукция – всего торговали со 188 машин. Ульяновцы начинают готовиться к Пасхе. Поэтому большим спросом пользовались куриные яйца, сахар, мука, мед. К тому же можно было не только купить продукты, но и согреться горячим чаем, кашей и блинами. За культурную программу отвечали творческие коллективы города, которые исполняли русские народные песни. С тяжелыми сумками покупателям помогали волонтеры. В следующую субботу ярмарки пройдут в Ишеевке и Чердаклах. А 25 марта сельскохозяйственная торговля снова пройдет в Ульяновске, уже на улице Минаева. Анна Тищенко, Улправда ТВ. Ульяновская «Волга» в третий раз за последние несколько месяцев сыграла с одним из флагманов российского футбола – Казанским Рубином, двукратным чемпионом страны. Матч прошел в столице Татарстана. Несмотря на титулы грозного соперника и лидерства в нынешнем сезоне, волжане выглядели достойно. В чем убедился и наш корреспондент Михаил Рассашанский. 35 лет назад они защищали цвета ульяновского старта, нападающий Игорь Бурков и столб обороны Наиль Садыков. Потом судьба раскидала их по стране. Но в 2023-м они снова встретились на зеленом газоне – в матче ветеранов ульяновского и казанского футбола. Сами участники поединка говорят – такие встречи словно эликсир молодости. Общение, удовольствие от игры, счастье, счастье от игры, от тех технических приемов, которые мы сейчас совершаем, остановки мяча, передачи мяча, обманы, движения, удары в ворота. А из гола забьем – это вообще космос, наверное. Ветеранский матч хоть и товарищеский, но принципиальный. Он проходит на тренировочной базе казанского Рубина и предваряет встречу основного состава Рубиновых и Ульяновской Волги. Впервые в истории эти клубы сойдутся в рамках чемпионата страны среди команд Первой лиги. Мы обязаны поддерживать и вообще жить Волгой. Это бренд Ульяновска. Я считаю, что мы поможем этим. Мы приехали именно поддержать нашу команду и надеемся, что это получится. Еще год назад в это трудно было поверить, но сейчас реальность Ульяновской Волги выходит на газон стадиона, где в 2018-м кипели страсти чемпионата мира. И без того праздничной атмосфере солидности добавляет турок Гердениз Гердениз. Его звезда сверкала в Рубине 15 лет назад. А теперь он – почетный гость матча. И за его автографом громадные очереди. Много побед связано с его именем. Провел много матчей за Рубин. И вообще помогает Торстану, строит мячей здесь. Я был на последнем матче, когда он выступал. И тут был весь полный стадион. То есть практически коншлаг был. На матче Рубина и Волги второй и предпоследний командный чемпионат до аншлага, конечно, далеко. Около 6 тысяч болельщиков на 45-тысячном стадионе занимают всего несколько секторов. Самые стройные и самые громогласные ряды – фанатские. Всего пару речевок своих фанатов хватило Рубина, чтобы открыть счет в матче. Виталий Лисакович уже на второй минуте отважился на удар из-за пределов штрафной. И после рикошета от Аслана Дашаева мяч по немыслимой траектории упал за спину Андрею Климовичу. Наверное, в этом и заключается класс команды, что при небольшом количестве моментов мяч оказывается в сетке. Почти тут же получил травму Алан Загоев – главная нынешняя звезда Рубина. План казанской команды на игру полетел в Тар-Тарары. Я думаю, что у болельщиков был план такой. Выходим, забиваем сразу 2-3. И мы не нервничаем, доводим матч до конца. Но это не про нашу жизнь. Особенно тяжелая жизнь у хозяев начинается во втором тайме, когда Волга получает численные преимущества. Она много владеет мячом и удивляет своей игрой многих. Среди которых воспитанник казанского футбола, экс-полузащитник Волги Дмитрий Белозеров. Несколько лет назад он попал в автокатастрофу и теперь прикован к инвалидной коляске. Но на футбол выбирается часто. Матч своей бывшей команды пропустить не мог, говорит экс-полузащитник Волги. У Волга впечатление, как бы говоря, с учетом дебютанта для первого дивизиона. То есть, как бы говоря, довольно-таки добротная команда. Не хватает вот где-то вот завершающей стадии, когда нужно ударить поворотом. То есть, а так в основном, то есть, ну, приятное впечатление оставляет. Увы, но за приятные впечатления очков не начисляют. Волжане старались изо всех сил, но Рубин выстоял. Гол Висаковича, забитый в самом дебюте матча, так и остался единственным. На этот раз Казань взять не удалось. Поражение 0-1. В целом, я доволен игрой. Доволен на отношениях своих ребят. Все, я думаю, в Казани увидели, что команда Волга приличного уровня. Поэтому все должны задуматься и, естественно, готовиться с полной серьезностью к нашему миру. После долгой паузы Волга возвращается в родной город. 19 марта у нее очередная битва за выживание в первой лиге. Соперник – Волдикакасская Алания. Начало матча на труде в 17 местного. Михаил Сашанский, Управда ТВ, из Казани. Жители и гости города теперь смогут посетить уникальный музей. Экспозиция посвящена красно-желто-коричневому камню-симбирциту, который добывается только в Ульяновской области. Что делают из ископаемого, как добывают и от чего способен излечить камень, выясняла наша съемочная группа. Стать здоровым, обрести любовь и благополучие можно в единственном в мире Симбирцитовом музее. В этом посетителям поможет уникальная экспозиция. У фонтана можно попросить вторую половину, погладив жар птицу, обрести благополучие. А если посидеть на троне, то непременно появится здоровье. А еще в Симбирцитовом зале можно почувствовать себя настоящей хозяйкой Медной горы, примерив на себя корону из красно-желтого целебного камня. Своим волшебные свойства Симбирцит накапливал многие тысячелетия, вбирая в себя силу природы. На самом деле, тут у каждого предмета, так скажем, есть свой символизм. Ну, яблони, понятно, это символ плодородия, и также это символ поколений, пришествия поколений. Много же всяких рассказов и сказок были связаны с яблоней неоднократно. Также у нас представлена экспозиция редких именно палеонтологических образцов. Среди них представлен уникальный в своем виде аммонит, который носит нашу семейную фамилию. Идея создать Симбирцитовую залу родилась еще 30 лет назад. И вот спустя годы мечта воплотилась в реальность. В частном музее-салоне множество уникальных природных и арт-объектов. Формироваться коллекция начала с добычи камня отцом Владлены Андрея. Этот процесс долгий и сложный, искать приходится вручную. Затем камень стали обрабатывать и делать сувениры. Рождались и отрабатывались методики и технологии для обработки добываемых пород. Сегодня Симбирцит для Ульяновской области считается одним из символов края и его уникальной достопримечательностью. У Симбирцита несколько уникальностей. Во-первых, он находится только в Ульяновской области. Это его единственное месторождение в мире. Больше он нигде не встречается. Формирование Симбирцита отлично от формирования других камней. Оно именно связано либо с окаменевшими моллюсками аммонитами, либо с окаменелостями от древних ящеров водоплавающих. Это должна быть либо кость, либо это фрагмент какой-то двустворчатой раковины, либо это как раз таки аммонит. И вокруг дальше начинает образовываться порода Симбирцита, как бы окутывая его. Узнать историю уникального ульяновского камня, добыть маленький артефакт и сделать фото в Симбирцитовой короне на троне. Можно в музей-салоне по адресу улица Марата, 25, дробь 22. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Управда ТВ. Банк открытия приглашает на работу начинающего специалиста. Требование – уметь четко и уверенно говорить и пользоваться компьютером. Опыт работы в банке необязателен. Зарплата от 38 тысяч рублей. Телефон 8 937 259 36 49. 14 марта в Ульяновской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем составит плюс 3 градуса. Ветер южный – 5 метров в секунду. Давление – 755 миллиметров ртутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Улправда ТВ 18 30 20 30 и 23 00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова